Ну что, добро пожаловать в нашу главную студию. У нас сегодня две замечательные девушки из компании «Контур». И сегодня они поделятся с нами своим опытом о том, как развиваться, сеньор-специалисту, как создавать свои курсы. У девчонок на двоих больше 15 лет работы в IT, и это сеньор-тестировщики. У них на двоих более 10 лет создания курсов. Я думаю, вы видели их там на различных платформах и учились у них. Девчонки, привет-привет. Привет. Давайте, наверное, представитесь тоже. У вас там очень интересная презентация. И небольшой спойлер. У нас будет необычное интервью. Девчонки к нему подготовились, и у нас будет даже презентация. Все так. Давайте начнем с меня. Меня зовут Марина Третьякова, и я уже более 7 лет как тестировщик. За все это время я поработала во многих компаниях, на многих проектах, на самом деле. Это и от спрашно-правовой системы, и ЕДИ-системы, в общем, много всякого. Параллельно со всем ЭДИ-систем я разрабатывала свои курсы и по автоматизации тестирования населением, и курс по тестированию ПО, и также проводила и провожу технические собеседования для тестировщиков. Слушайте, очень круто. Марин. Да, извини. Хотела уже задать вопрос. Уже вопрос хотела задать. Марина представилась с Настей? Да, давайте я представлюсь. Всем привет, меня зовут Настя. Я в тестировании уже около 9 лет. Проработала где-то в 6 разных продуктах. Также создавала разные курсы по основам, по автоматизации, по тест-дизайну. Также был опыт небольшой тест-лидства. И также, как Марина, участвовала в наймах тестировщиков в контуре. И какое-то время занималась организацией сообщества тестировщиков в Екатеринбурге. Слушай, Агон, я смотрю сейчас на самом деле на слайд, и понимаю прекрасно, что по графику можно действительно заметить, что вы меняли работу, наверное, раз в год. Где-то примерно так. Слайд, правда, уже ушел, даже уже не посмотрю, чтобы подтвердить свои слова, конечно же. Но он был классный. Значит, это что вы вообще не усиживаетесь на одном месте, и вот, собственно говоря, либо вас начальство, может быть, как-то припирает там все дела. В чем проблема? Почему вы раз в год меняете? Нет, на самом деле все просто. Обычно тестировщики в контуре, наверное, как у вас в компаниях, нанимаются в определенную команду, работают там, наверное, год-три, может, пять лет. Если упрутся в рутину, например, или там порешают все задачки уже интересные, у них есть возможность перейти в другую команду. И, соответственно, они снова не из кого-то поработают, и снова есть возможность перейти. Мы с Мариной работаем по контракту, то есть мы являемся тестировщиками-контрактниками. Мы приходим в команду, как правило, на год, ну, реже полгода, решаем определенную задачку и уходим в новую команду. Вот. У нас, то есть, есть, в общем, команды, в которых есть какие-то сложные задачи, как правило, открытые вакансии. И опытные тестировщики, на самом деле, потому что вы тоже знаете из опыта, не так быстро находятся. А у команды там горячая задача. Например, уже нужно стартовать автоматизацию. Или стартап дорос до того, чтобы у них появился свой тестировщик. Вот. Как правило, на рынке долго такие тестировщики опытные ищутся. А, опять же, с другой стороны, в проектах есть опытные тестировщики, которые заскучали. Вот. Может, думать даже об уходе, потому что тут скучно. Вот. А вот боком есть интересный проект. И вот, собственно, контракт и связывает такую команду с таким тестировщиком. Тестировщик опытный приходит, налаживает дела, потом может передать другому. Или уже нанять как бы менее опытного тестировщика, обучить ему, что он сделал, и уйти в следующий контракт. Вот. К слову, у нас не только тестировщики есть такие контрактники, у нас есть и разработчики, и аналитики. Добавлю, что при этом формально у тебя в трудовой ничего не меняется. Тебя просто записывают в так называемый реестр контрактников. Там публично записываются твои цели. И когда контракт закончен, уже итоги. Слушайте, девчат, вообще очень интересно. Какой-то такой новый интересный подход. А вот скажите, пожалуйста, как вы вообще решились на такую жизнь? Потому что вы достаточно часто меняете проекты, и действительно нужно быть максимально смелым. И контрактник. Тестировщик контрактник. Звучит очень забавно. Да. У них вообще очень классный сленг у контура. Я прям вообще в восторге. У них там такие классные словечки. Они вчера там сидели с Сергеем, как раз втроем общались. Заседание контура. Ничего не понятно. Окей. Давайте расскажу свою историю. Я пришла в контуру, когда поработала два с половиной года в одной команде. И поняла, что за два с половиной года все задачи перестали быть непонятными. Все известно вдоль и поперек. Единственным вызовом для меня было, наверное, распараллелить тесты. К слову, мне это давалось с трудом, потому что у меня был большой пласт ручного тестирования. Я заскучала. И дальше думала, что же делать, куда идти. Вариантов было несколько. Первый вариант был, конечно, ничего не делать, скучный, не про меня. Если вообще перебирать, что можно дальше, то есть вариант, конечно, уволиться. Пойти в другую компанию, посмотреть. Но тогда есть риск того, что тебе другая компания не понравится, что она обещает, а по факту что-нибудь не выполняет. Ну, очень непонятно. И стресс большой. Был вариант, конечно, перейти в другую команду на постоянную основу. Но тогда через два с половиной года я снова окажусь на той же точке и снова буду думать, что же дальше мне делать. Та же самая участь у меня была бы, если бы я решила стать разработчиком или менеджером, или тем людям тестированием. В целом все уже известно, но также отсрочка на где-то два-два с половиной года. И в этот момент мне удачно предложили стать тестировщиком на контракте. Ну, я и согласилась. Так все закрутилось. У меня на самом деле похожая история на Марину. Я в проекте была пять лет. Там знала весь продукт от и до. Там уже росли новые тестировщики. И как бы чувствовала, что пора менять, уходить. Я выбрала стартап. Подумала, что тут была в большом продукте. Тут какой-то стартап. Будет интересно. Выстраивала процессы. Но через год пришла снова в эту же точку, что снова скучно. Хочу новых вызовов. На тот момент я уже пробовала такое функциональное руководство. У меня был кластер тестировщиков, которым я руководила. И я поняла, что все-таки хочу развиваться в техническую сторону. На тот момент я занималась наймами. И одна из тестировщиц, кому искали опытного автоматизатора. Мы обсуждали кандидата. Она такая говорит, а давай ты пойдешь. Я уж не знаю, может, кандидатам, конечно, не понравился настолько. Но я подумала, почему бы нет. Им нужно было поднять вебные тесты, научить тестировщиц, как, собственно, их потом поддерживать, процессам научить. Подумала, круто. Пошла к руководителю, он говорит, давай, пошли на первый контракт. А что за контракты у вас хоть были? У меня было всего три контракта. И первый — это был, по сути, проект стартап. Я пришла в него где-то на середине его развития. Интересен был тем, что вот у контура был большой продукт. И у этого продукта появлялась новая маленькая ниша. На основе этой ниши сделали стартапчик. Тестировать его было некому. Конечно, логично было бы взять сеньора из крупной команды, от которой стартапы образовался, и поместить в стартап. Но тогда и крупную тестировать некому. Собственно, тут хорошо эту историю закрывал именно тестировщик-контрактник, потому что он придет в стартап, поднимет тестирование, напишет тест регресс, оставит позади себя кого-нибудь, там, джуна, который перерастет в медла, и пойдет дальше. Дальше я пошла в команду с кучей интеграций. Интеграции были как продуктов контура, так и различных банков. Тоже достаточно специфичная, и не было UI, были сплошные API-тесты, и очень интересно и впервые. И третий контракт, в котором я сейчас нахожусь, там большой продукт, у которого есть какие-то договоренности, но они не всегда соблюдаются. Какой-то бардак с процессами. Собственно, тестировщик, так как у него высокий уровень досмотренности, у тестировщика-контрактника, то он может прийти, навести порядок и уйти дальше. Вот такие вот истории. А у тебя, Настя? Мне на удивление тоже было три контракта. Совпадение? Не думаю. Первый мой как раз был, это большой продукт. У них уже были тесты, просто менялись тестировщики, и оказалось в какой-то момент, что ни у кого не было компетенции по автоматизации. На тот момент у меня какой-то был опыт, и, собственно, надо было наладить процессы, договориться с командой, кто, когда, в какой момент пишут эти вебные тесты, разобраться с кодом проекта и научить тестировщиц, чтобы они дальше сами тоже поддерживали, в общем, это. Следующий контракт, я пошла уже в новую такую для меня сферу, это Data Science. Нужно было, первая у них горящая задачка была, у них был инфраструктурный сервис. По сути, это хостинг Data Science моделей. Им нужно провести было нагрузочное тестирование, и потом это встроить в процесс, чтобы они с каждым релизом понимали, есть деградация по производительности или нет. Дальше я решила тоже остаться в Data Science и уже выбрала сервис по распознаванию речи. Там нужно было ребятам написать функциональные тесты, нагрузочное тестирование сделать и еще автоматизировать измерения дата-санитических метрик качества. Слушайте, очень интересно, и прям кажется, что это мечта тестировщика. И бардак есть, и процессы надо строить, и автотесты писать, и вообще очень сложные проекты, да, вот там с MLM, с Data Science. И такой небольшой спойлер, Настя обещала к нам осенью прийти и как раз уже рассказать об опыте, каким образом у нее получилось выстроить работу с автотестами, про что она рассказала на последнем контракте. Слушайте, а у вас вот все реально проекты такие? Нет, на самом деле не так, потому что тестировщик-контрактник, он выбирает из трех самых-самых проблемных проектов. Всего в контуре, наверное, проектов порядка 70. Из них ищут тестировщика где-то 20, может быть, с небольшим. И если обычный тестировщик контура захочет сменить команду, то он выбирает из этих 20, а мы выбираем где-то из трех, но самых таких вот с бардаком, скажем так. Поэтому у нас выбор ограничен. Но за счет того, что они сложные, где сложные, там интересно. Всегда есть что выбрать. Окей, это на самом деле безумно интересно. Скажи, а до контрактов у вас были такие проблемы? Вы вообще сталкивались? Вообще я пришла настраивать тестирование с нуля и стартовать автотест, и до этого у меня вообще такого опыта не было. Но тем это интереснее. Ты погружаешься в какую-то новую тему, что-то выясняешь. Как ты сам прокачиваешься и команде тоже доносишь вот эти вот новые знания, и команда становится лучше, она прокачивается вместе с тобой. Это очень круто. У меня на самом деле тоже частично был опыт по автоматизации. Мне вообще казалось, что я уже столкнулась на большом продукте с этими проблемами и знаю, как помочь ребятам. Но опять же, такой контракт мне помог все-таки уложить по полочкам все про автоматизацию, как-то вопщить какие-то моменты. И это тоже прикольно. Следующий контракт у меня были Data Science. Ничего не знала, пришлось погружаться. Python. У меня была смена стека. Вот, прошла курс по Python. Ну, то есть ты как бы за счет контрактов, ты как раз и опять же учишься. Это прикольно. Слушайте, здорово. И вы так классно все рассказали, но обычно так все классно не бывает. И иногда все идет прям совсем не по плану. Тем более вы как контрактник приходите уже в сложившуюся команду с определенным стеком, с привычками и так далее. И, скорее всего, тут уже возникают и конфликтные ситуации, да, там, код-ревью токсичное или нетоксичное, или еще что-то. Да, редко, когда идет что-то прям совсем по плану, один в один, как это предполагалось. И у меня было два таких вот проблемных момента. Первый был во втором контракте, когда мы весной договорились делать то-то и то-то. И сказали, а давайте еще регресс проводить на базе тестового стенда продукта контура. И вот где-то наступает июнь месяц, и продукт контура, на котором хотели тестировать, закрывается все. Поддерживаться не будет, тестировать не на чем. Мы, конечно, все это пересмотрели. И здесь важный вывод, конечно, был в том, что контракт, он не прибит гвоздями. Его нужно менять, нужно на него смотреть скептически, думать, действительно, все так идет или нет. Или что-то нужно переосмыслить. И второй момент был очень интересный. Я пришла в команду, и команда не знала, что это тестировщик на контракте. Они думали, что это просто тестировщик на усиление. А тут я со своими вопросами, а что у вас за процессы, какие у вас боли, какие проблемы, давайте ретро проводить. И команда очень штыки это все воспринимала. Ну как это, они все время жили, и как-то жили же, все нормально было. И тут пришла Марина, давай спрашивать всякое. Конечно, так лучше не делать, лучше на берегу говорить. Вот у нас тестировщик, вот он приходит на определенный срок, вот под такие-то задачи. Если он не будет в полной мере тестировать, ничего страшного, у него другие цели. Все, договариваться надо. А у меня что-то везло на уходы. Я пришла в команду первую, мы с автоматизацией с ребятами встретились, договорились с разными ролями, кто когда пишет. И фронтендеры у нас на самом деле играли значительную роль. И через неделю после того, как мы договорились, жили по новым процессам, фронтендер старичок берет и увольняется. Вот. Мы снова встретились, переговорились, ничего, нормально, жили дальше. Следующий проект Data Science, когда я пришла, через пару недель увольняется менеджер. Причем он по совместительству был главным разработчиком. И он же был заказчиком. Такой человек важен для контрактника, он как бы задает тебе такую звезду, куда надо двигаться, цель. И ничего, у меня оставалась, опять же, вся команда. Я чаще проводила обратные связи, спрашивала, какую информацию они еще хотят получить. Про конфликтные ситуации. Мне, наверное, только вспоминаются какие-то разговоры. Например, ты приносишь команде, собираешь команду, обсудить, какой инструмент вы будете для той или иной задачки выбирать. И бывало, находится один человек, который говорит, да ну, ерунда, это твой инструмент вообще, ничего не получится. И из опыта я поняла, что главное с такими людьми вообще строить какой-то диалог, спрашивать, а почему ты думаешь, что не получится, какую ты проблему видишь, а по твоему мнению, что здесь лучше. И чаще всего такой человек предлагал хорошее решение, ты про этот инструмент мог вообще или не знать, не подумать, вообще забыть. Вот. И если вся команда готова с этим инструментом дальше работать, он, их цель достигает, почему бы не воспользоваться им? Вполне реально. Прикольно. На самом деле, я вот слушаю вас обоих, и я понимаю, что контрактная работа — это достаточно прикольно, потому что какие-то вызовы крутые, какие-то задачи крутые, дата-сантисты и прочее. Ну, реально, любые задачи получаются на контракте. Все, что хочешь. Выбрать еще можешь. Да, помимо этого всего, у вас есть еще развитие соцкиллов. Ну, камон, вы еще решаете проблемы, вы еще там с кем-то договариваетесь, что-то там решаете и прочее. И это, получается, вот я могу выделить, получается, два плюса аж. И соцкиллы развития, правильно, и такая контрактная работа с интересными задачами и прочее. Может, есть какие-то минусы? А может, плюсы дополнительные вообще? Может быть, минусов нет, есть, может быть, дополнительные плюсы какие-то еще? Да, давайте я добавлю. Да, несомненно, тут прокачиваешь и соцкиллы, прокачиваешь и технические какие-то навыки. И в целом такое разнообразие контрактов, оно не дает заскучать. Кроме того, ты регулярно ходишь на какие-то еще стажировки между контрактами, чтобы как раз новый контракт выбрать, нужно взять паузу, подумать. То есть набираешься знаний каких-то специфичных областей, узнаешь разный бизнес, применяешь эти знания в итоге для новых контрактов. Постоянно-постоянно наращиваешь свою экспертизу, как и вглубь, так и вширь. И компания, на самом деле, это очень ценит и поощряет зарплату в деньгах. Я к плюсу, наверное, еще добавлю, что вот я на себе ощутила, как ты прям чувствуешь свой вклад. Обычно вот работаешь тестировщиком, задачи делаешь, 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 ну вроде не придаешь такого, может быть, значения особого. А тут ты каждый год подводишь итоги, значит, понятно, что было, все цели открыты. Поэтому прямо ощущается, что ты за год принес пользу, плюс команда благодарит. Добавлю, что, да, звучит все классно, плюсов много, да, но есть еще, конечно же, минусы. Для меня минус в том, что команда может быть очень классная, очень драйвовая. И вот проходит год контракта, и тебе нужно из нее выйти. И команде немножко грустно, и тебе немножко грустно. Но здесь я говорю, что я не ухожу совсем из компании. Если мне надо, мы можем на какие-то вне рабочие уже активности ходить, там, на столке играть, там, еще что-нибудь. Второй минус я для себя выделю, это что остро ощущаешь давление сроков. Понимаешь, что контракт закончится там через месяц или там через два, и ты прям вот чекаешь чуть ли не каждый день, успеваю, не успеваю. Еще цели на контракты, они такие глобальные, и в одиночку ты сам не справишься. То есть нужно обязательно подключить какого-нибудь сильного разработчика, сильного аналитика, может быть, менеджера, всю команду задрайвить на решение именно твоей задачи на контракт. Эти люди, они, как и все мы, да, могут в отпуск уйти, могут заболеть, могут устать и еще что-нибудь. Все зависит не только от тебя. Вот такой вот момент. Ну, по минусу, наверное, еще добавлю, что тоже это часто смена контекста происходит. То есть раз в полгода, год у тебя меняется новый продукт, снова узнаешь все, снова в процессы вникаешь. И иногда, да, это тебе хочется притормозить. Тут можно, понятно, отпуск есть, можно взять контракт похожий, в похожем продукте, похожий по тематике или по задачке. Или можно, если тебе захочется разобраться в чем-то глубже, это, наверное, может даже не минус, а плюс, ты можешь выбрать на постоянку себе команду. Слушайте, очень классно. И очень много плюсов. Я думаю, они все перевешивают минусы. И вы прям рассказали, как это можно перевесить. Саша, вот плюсы вообще классно подчеркнул. Да что-то мне даже нравится, на самом деле, простит меня Озон. Внедришь у себя, да? На самом деле, да, контрактное тестирование. Это вылетело. Получается, ну вот для специалиста очень много всего. Ты и растешь, и развиваешься, и качаешься. Ну вот просто прям топ. Но вы работаете в компании. Так? Вот какие плюсы контрактного тестирования именно для компании? Для компании, наверное, самое, с чего можно начать, это удержание вообще опытных специалистов. Потому что без контракта они могут подумать, что, ой, мне здесь больше в компании делать нечего. Могут даже не догадаться, там, пойти спросить, посмотреть, просто скажут, пока. Так ты сможешь удержать крутого специалиста, при этом обеспечив ему еще дальнейший рост. Также это и закрытие сеньорских вакансий. Такие вакансии, как правило, да, они висят долго, а тут как бы ты внутренним, так сказать, кандидатами берешь и закрываешь. Также появление контрактника, оно вообще на внутреннем рынке труда, он появляется в предсказуемые сроки. То есть, понятно, мы же оговариваем все сроки контракта, и это позволяет планировать его дальнейшие контракты. И, как Марина вот уже говорила, у нас ограничен выбор контрактов. То есть там три где-то, когда обычно тестировщика больше. И именно компания как бы управляет тем, куда направить вот эти твои силы. Также добавлю, что контракт отлично работает как внутренняя мотивация сотрудников. У нас публично объявлены цели. Можно посмотреть, как мы их закрывали. Можно пойти к эксперту, если что. Можно понять, как мне самому стать этим экспертом. И как получать за счет этого больше денег. У меня есть ощущение, на самом деле, что в компании должны быть вообще все уже контрактные. Все контрактные. Почему у вас все еще не так? Ну, потому что такой формат не каждому подойдет. Это все-таки такая работа, что нужно много уметь. Нужно и уметь общаться с разработчиками, и погружаться в коллектив, и не бояться нового неизвестного. При этом чаще всего люди боятся просить помощи. Тут нужно побороть вот это внутреннее стеснение. Никто не подумает, что ты глупенький. Все тебе помогут, и вы вместе придете к цели. Также нужно критически мыслить и раскладывать весь этот хаос в процессах, а не только по полочкам. И это все помимо того, что нужно быть просто сильным специалистом и хорошим тестировщиком. Слушайте, классно. Да, но, наверное, все-таки бывает, что контракты заканчиваются. Вот что делать в этом случае? На самом деле, как я уже говорила, у нас 30 вакансий. Соответственно, везде нужны тестировщики. И контракт никогда не закончится, наверное, потому что работа всегда найдется. И еще мы эту работу выбираем где-то раз в год. Раз в год точно что-нибудь да будет. Окей, если не заканчиваются контракты, то они вам могут надоесть, они вам могут надоесть, вашим сотрудникам могут надоесть, контрактникам, сотрудникам. Правильно я понимаю? Что если надоест вообще в принципе быть контрактником? Нет, такое может быть. Но у меня не то, что надоест контрактникам случилось. Мне понравилась команда, в которой я в Data Science. Тема очень реально интересная. То есть за все годы это какой-то свежий такой воздух. И захотелось мне остаться, у контрактника есть такая возможность обратно вернуться в обычную спокойную жизнь обычного тестировщика. Напомню, до Data Scientist ты где работала еще? До того, как была Data Scientist? У меня там был продукт ЭДО, большой такой, стандартный продукт, типовой для контура. Я понатрила, да, конечно, интересно. Спасибо большое. Слушайте, здорово. И у нас сейчас закончилась первая такая большая часть интервью. У девчонок, где мы поговорили про контракты. Я думаю, теперь каждый хочет себе в компанию такую историю. Да, но мы знаем еще, что девчонки у нас создают курсы. И вообще в контуре очень много разных курсов. И даже некоторые курсы контура прогрессировали в воркшопы. И у нас уже были на конференциях. Мы там научились нагрузку тестить, в постмане работать. Это на Гизенбаге? Да. Я даже не заметил это. Вот, здорово. И давайте мы сейчас уже с вами поговорим о том, как вы обучаете других, да, как вы создаете курсы. Вот у вас там на двоих, как я сказала вначале, 10 плюс лет создания курсов профильных для тестировщиков, там, обучения и так далее. Вот поделитесь, пожалуйста, расскажите о своем опыте. Да, действительно, началось, наверное, все с курса по Селениуму. Поэтому я его запустила в контуре, и это был мой первый курс. Там был не такой большой объем работы. И потом я уже перешла на курс по тестированию ПОО, где нас уже и преподавателей было больше, и курс пообъемней. И с таким багажом опыта я, наверное, еще и осмелилась и пошла в Skillbox преподавать. И на Skillbox я один курс записала. У меня опять совпадение или нет? Три курса. У меня все началось, на самом деле, с курса по тестированию ПОО. Мы были теми, кто перенимал от двух очень опытных тестировщиков этот курс. И мы там пятью преподавателями стартовали, меняли все, переделывали. Дальше я делала небольшие мастер-классы внутри контура для нетестировщиков по тестированию. Бывает команда без тестировщика. Я какие-то базовые техники рассказывала. Дальше я решила шагнуть, сделать мастер-класс по техникам уже тестирования углубленным для тестировщиков. Дальше уже, собственно, это вылилось. Я собрала команду, и мы сделали большой курс по техникам тестирования. Туда входил и тест-анализ, и тест-дизайн, и работа с кодом, и работа с аналитикой. И вот сейчас я занимаюсь курсом уже по автоматизации тестирования. Он продолжает мариненный курс по середину. Вот только мы углубляемся в архитектуру такого проекта, в паттерны. Вот, и сейчас им занимаюсь активно. Так, прикольно. У вас по три курса у обоих. По три контракта. Четко три курса. Может быть, есть еще какие-нибудь курсы, которые могут быть интересны в компании? У нас, на самом деле, мне кажется, достаточно хорошо построено обучение, потому что есть и софтовые. Например, у тебя появляется наставник, у тебя появляется, например, стажер, тебе бы узнать, что с ним делать, как быть наставником. У нас есть курс, поэтому для того, как давать обратную связь, собственно, что в наставничество входит. Также есть разные по подготовке и публичному выступлению. Также есть технические. Технические у нас очень хорошо сделаны. У нас называется крыш-курс для разработчика. Там прям небольшие блоки, они по день, по два где-то выдирают разработчика и рассказывают какие-то там про безопасность, про TypeScript. Вот что-то такое очень отделенное. Можешь просто в любое время ходить на такие блоки. И дальше у нас даже сейчас появился, на самом деле, есть профильные курсы. Там у аналитиков есть свои курсы. Вот у нас есть по техникам тестирования. И есть мастер-классы. Куда же мы без Сережи, без посмана? Вот. Слушайте, вообще очень классно. Вы нам рассказали о том, как вы решились стать контрактниками. Ну, тут кажется, год на проекте, всё понятно. С обучением, посмотрите, вы прямо давно-давно этим занимаетесь и не бросаете. Вы там новые какие-то курсы делаете, что-то перенимаете, масштаб увеличиваете. Вот как вы вообще решились на то, чтобы заняться обучением, начать создавать свои курсы. И самое главное, что вы не прекращаете этим заниматься. Ну, на самом деле, было достаточно просто, потому что мне очень нравится смотреть на результаты ребят. Ребята приходят, абсолютно ничего не знают, вникают в эту тему и становятся практически на равных с тобой. Спустя время могут вообще в преподаватели курса пойти. Это очень круто смотреть, что действительно это всё благодаря мне так приятно. Ну, и ребят становятся профессионалами. Очень классно. Мне в своё время понравилось для объяснения банальных классов эквивалентности и граничных значений. Для себя-то как бы объяснил, всё тебе понятно. Когда начинаешь рассказывать другому, то ты понимаешь все свои пробелы по знаниям. И вот тут начинается твоё обучение. И вот это меня на самом деле зацепило. Вообще такой тоже момент, например, ты учишь студентов, как правильно заводить баги. Потом ты у себя в проекте такой сидишь, что-нибудь побыстрее кого хочешь завести баг. И такой, не-не-не, надо хорошо завести. Хорошая текстовка, чтобы было понятно. Ты учишь, потом себя заодно тоже поправляешь. Дальше мне понравился ещё тот же момент, когда ты обучаешь, например, студентов, которые потом дальше выбирают так-то профессию. И очень прикольно потом в контуре видеть вот этих самых студентов. Может быть, ты их как раз замотивировал. Подсказал им, что есть классная такая область тестирования. И момент ещё был тоже с обучением. То есть когда вначале они ничего не знают, потом они делают какую-нибудь финальную работу. И ты такой, вау, круто. У них прогресс прям. И когда ты делаешь свой курс, это ещё момент организационный. То есть собрать команду. Такая достаточно большая задача, а ты как бы организационно ещё прокачиваешься. И такой проект может тебя в продукте, где ты тестируешь, не быть такого, чтобы ты прям побыл организатором вот этой вот всё премии, постановка цели. А тут можешь побыть. Я, на самом деле, пока слушал девочек, думаю, блин, вот сейчас задам вопрос по поводу того, точнее вопроса, в общем и целом скажу, что 10 лет. 10 лет преподавать. Это жесть, да. Но потом, собственно говоря, Настя как-то это всё объяснила. Я думаю, блин, ну да, действительно, ты и сам учишься, и других учишь непосредственно. И это очень-очень здорово. И я без рекламы различной и так далее, зная то, что я тоже преподаю в скиллбоксе, я знаю, что есть другие курсы непосредственно, там их куча просто курсов в интернете. У меня много, там где-нибудь выступлю, подходит народ и спрашивает, а какие курсы нужны и так далее, и так далее. И как-то вот сложилось. Вот с Максимом вчера как раз говорили про это, что там, куда пойти учиться, чему учиться и так далее. Да, безусловно. И я понимаю, что курсов просто масса. И когда мне нужно ответить людям, какой курс выбрать, я не знаю, какой выбрать курс на самом деле. И вот, собственно говоря, вопрос, курсов много. Зачем ещё создавать? В течение 10 лет. В течение 10 лет. И не остановлюсь. Вы прекратите это дело? Так вот. Вообще курс для студентов, наверное, по основам тестирования, наверное, есть у многих больших компаний. Тут мотивация понятна. Это и пиар, и ты получаешь стажёров, обученных, как ты считаешь правильным. У нас даже на Squad Days Оля Зюрева рассказывала как раз и про то, про трудозатраты, сколько это стоит и зачем вообще компаниям делать. Поэтому я, наверное, про курс по основам не буду повторяться. Вот расскажу уже такие углублённые курсы по автоматизации, по тест-дизайну. Мы делали, на самом деле, первая была причина, мы хотели сделать какое-то системное обучение, куда бы ты тестировщика медла уже отправлял, и чтобы он как-то больше прокачивался. Потому что основа, ну что, мы все быстро их осваиваем. Что дальше? И мы на рынке не нашли одного курса, куда бы ты мог отправить и знать всё. Галочка, типа, закрыта эта область знаний. Это был набор курсов, это ещё были книги, и ещё то, что ты где-то пособирал. Статьи, например. Второй момент — это на своём курсе ты можешь приземлить практики, задания на свои продукты. То есть вы, наверное, не знаю, бывало, проходили курсы, например, вы вообще тестируете веб, а на курсе вам на десктопе. Ну вот там построено стороннее обучение, там же много кто приходит, всем не угодишь. И на самом деле очень сложно бывает технику переложить к себе. А здесь у тебя есть шанс на продукте, типичном для твоей компании, вот рассказывать вот эти техники и практиковать на нём. Здесь просто лучшее такое обучение получается. И третья составляющая — это ты управляешь качеством обратной связи, качеством обучения, которое преподаватели делают. Потому что на сторонних курсах, опять же, ты можешь даже не видеть ни разу этого ментора, с кем кто-то проверяет твою домашку. А здесь это вот твой коллега, у него не страшно что-то спросить, это понятный человек живой. Можно даже прийти со своим проектом, спросить, а вот как тут технику, которую ты только что нам объяснил, тут применить. И плюс понятно, что мы собираем обратные связи, можем корректировать что-то, влиять на это. И вот это вот прикольно. Слушайте, очень интересно. И вот вы сказали, что фактически, когда вы создаёте курс, это прям полноценный такой пэт-проект. И вы там и собираете команду, и мотивируете, и программу пишете, и управляете этим, то есть прям сами тоже прокачиваетесь в разных новых направлениях. Но когда создаёшь новый проект, всегда такой, так, а у нас есть экономика, точка безубыточности, окупаемость, юнит-экономика, а ещё всякие инвестиционные показатели, пошли-пошли, такой Excel там, всё построили. А вот если здесь мы вернёмся к таким вот, к экономике вернёмся, что дешевле? Вот отправлять сотрудника всё-таки на внешний курс, он не такой классный, но мы понимаем, что создавать внутренние курсы, то есть это тоже же затраты? Да, действительно, но на самом деле стоит всё примерно одинаково. Несмотря на то, что курсы есть и по 15 тысяч, по 20, даже по 100 тысяч, но здесь премии в итоге и оплату получают свои же преподаватели. И самое ценное, наверное, помимо того, что мы обучаем новичков, в том, что сами же преподаватели, сильные специалисты, они прокачиваются быть такими вот учителями, обучаторами и ещё сами раскладывают все эти знания у себя в голове. Это очень пригодится, когда к нам придут новенькие сотрудники, эти же навыки обучения применят и на них. У меня возник очень крутой вопрос. Курс-то нужен? Как понять, что курс нужен вообще? Свой. Да, на самом деле, наверное, надо задать главные два вопроса. Какую проблему, собственно, хотите решить курсом, вы собираетесь делать? Или какую цель хотите достичь новым курсом? Возможно, на рынке есть уже подобные курсы. Это нормально. То есть если мы не нашли, вы находите, это нормально. Ничего страшного. Цели у всех разные, проекты у всех разные. И также, если вы всё-таки не нашли, допустим, или вот тут подумали, что да, курс — это то, что надо, и именно им мы решим данную проблему, то стоит оценить трудозатраты. При этом не только на проведение курса, но ещё и на создание. Потому что на готовый курс вы прямо здесь сейчас можете отправить своих тестировщиков учиться. А на свой курс, на самом деле, нужно ещё его придумать, создать. К слову, мы где-то год команды преподавателей тратим, чтобы большой двухмесячный, полуторамесячный курс сделать. То есть это в рабочее время, но часть времени выделяя на это. То есть не в ущерб обычным задачкам. Слушайте, ну звучит прям очень захватывающе, но мы поняли, что вот создание своего курса — это сложно. Вот ты сказала, год тратите, вот там сидите, что-то обсуждаете, проект создаёте, год за десять экономику считаете. Но всё-таки сейчас курсов появляется достаточно много. И есть действительно люди, которые хотят создать свой курс. Какие вы можете советы дать таким ребятам, которые решили ворваться вот в такой айтишный тех? Прежде всего нужно научиться обучать. Дальше примерно как в бизнесе. Нужно сначала сделать что-то маленькое, например, мастер-класс, посмотреть, какой план можно сделать минимальный и обкатать его на аудитории. Посмотреть, зашло, не зашло, понравилось, не понравилось. Также посмотреть на конкурентов. Всё, как в бизнесе говорится. Как в бизнесе. Да. Сходить на разведку других курсов, посмотреть плюсы-минусы, какие там есть, что понравилось, что не понравилось. На те же грабли не встать случайно. И, конечно, нужна команда. Для команды можно вписываться в разные движухи в той же компании и заводить себе друзей. И потом говорить, вот я тут классный курс сейчас хочу сделать. Такой-то и такой-то. Они такие, да, здорово, давай обсудим. Я добавлю ещё, на самом деле, Марина сказала про набор команды. Ещё важно серьёзно отнестись к этому. Тебе с этими людьми так-то, ну, в нашем случае год работать. Год минимум. Потом ещё проводить этот курс. Ты им ставишь цели, общаешься. Где-то вот вы обсуждаете, что изменить. Ты за премии их отвечаешь. В общем, это настоящая команда. И относиться к набору нужно тоже серьёзно. Также не нужно зацикливаться на одном формате. Действительно, где-то мастер-класс можно, где-то какой-то, может, интенсив или что-то может в игровой вообще форме сделать. И у нас такой последний, наверное, совет. Ну, это вот лично у нас, конечно, может. У других компаний по-другому. Это не делать обучение требованием грейду. Именно требованием. То есть можно ходить по желанию, советовать ходить по желанию. Но вот прям требование, чтобы... Вот ты обязательно не получишь там МИД, не знаю, сеньора, пока не пройдёшь этот курс. Пока не перескажешь всем словам в команде непосредственно. Что ты там услышишь? У нас были два эффекта. Конспект покажешь. Вот, поэтому про вот эти два эффекта расскажу. Первый — это люди стали приходить для галочки. Они не замотивированы. А вы как помните, это наши же преподаватели-то, да? Мы же обучаем других. И как бы эта работа впустую. Человек не хочет получать информацию и как бы бесполезно ему что-то объяснять. А другой эффект был — это то, что люди боялись, что их каждую минуту оценивают. Ты вот тут что-то написал не то, потом твою менеджеру расскажут. Это попадёт в твою матрицу компетенций. Как-то на ревью ещё подействует, да? Которая-то полугодичная. Да-да-да, вот. И это тоже такой эффект был, который нам не очень понравился. Мы убрали из требований грейду. Просто советуем. И так народу меньше не стало. То есть всех всё равно записываются, ходят. Огонь, на самом деле. Но у меня вот вопрос в магазине возник, потому что я знаю, что ты в скиллбоксе работаешь. Мы в одном чате потом все нашлись. Да, мы все потом, все втроём оказались там каким-то образом внезапно. Магия. Магия телеграма. Во-первых, зачем ещё где-то преподавать какие-то курсы типа на скиллбоксе и прочее? Это тебе как-то помогает в составлении курсов внутри контура? Или как это? Или это пойти на сторону, посмотреть, а что там у них там и так далее? А потом предпринять эту практику у себя или протестировать какой-то курс в скиллбоксе, а потом прийти к себе в контуре и сделать ещё лучше? Расскажи про это. На самом деле создание курса в контуре, создание курса в скиллбоксе — это совершенно разное. Скиллбокс, он специализируется на курсах. Там всё сделано для того, чтобы ты пришёл как технический сильный специалист, рассказал какую-то тему, разложил её по полочкам, а всё остальное скиллбокс берёт на себя. Он тебе подбирает видеооператора, подбирает менеджера, встречи за тебя кидают. Ты просто приходишь, делишь со своими знаниями и в целом уходишь. В контуре же твоё обучение, твой курс — это твоё детище. Тебе нужен видеооператор — найди его. Либо делегируй кому-нибудь. В общем, кроме тебя это никто не сделает. Найти нужных преподавателей — это твоя зона ответственности. Ты прокачиваешься как раз-таки вот в этом. Что мне дал скиллбокс — это то, что они ещё и обучали преподавателей. Мне очень зашла тема, что сам курс можно постепенно раскручивать от проблемы к решению. Это очень классно, когда человеку не говорят, «Делай вот так вот, и всё». И он не понимает, ну, на курсе сказали делать так-то. Буду в жизни делать всегда так-то. Нет, тебе рассказывают, попробуй вот это. Он такой пробует. Да фигня какая-то. Он говорит, а мы знали, что фигня. Поэтому делай вот так-то. Он такой, теперь я могу объяснить, почему я буду делать так-то. Вот этот подход от проблематики к решению и помог мне создать вот последний курс уже для контура. То есть, подсмотрев в одном месте, принесла дальше свои знания. Так что ходишь так по разным движухам. По разным движухам ходишь и везде какие-то бонусы приносишь, используешь дальше. Слушай, ну здорово. Но вообще вот эта история с проблематикой. Мы, когда готовим доклады, мы тоже как раз советуем всегда спикерам идти вот от проблемы к решению, от проблемы к решению. Потому что вот именно иногда в проблеме откликается аудитория. Но потому что действительно всегда есть проблемы. Ты когда идёшь на конференцию или на обучение, у тебя есть конкретная задача, которую тебе нужно решить, а не слушать там чьи-то классные хэппи-пассы, когда вот действительно приходишь, у тебя там, тестируем, например, веб, и вот всё там красиво. И вчера мы тоже про это говорили, что там, когда только хэппи-пассы покрываются, это не очень хорошо. И вот у нас сегодня в студии два сеньор-тестировщика. И у меня вот есть вопрос, он, наверное, там у каждого как-то витает, и я вот его вам хочу задать. Нужно ли учиться прямо автоматизации? Нужно ли учиться автоматизированному тестированию? Или всё, вот я умею писать код, и, в принципе, я подключаю все библиотеки, и отлично всё. У нас, на самом деле, сначала был подход учить коду. Типа, ну, как раз, зная код, как бы, что, ты можешь тесты написать? Вроде можешь. Но у нас, на самом деле, это обучение до конца. То есть у нас есть стандартный курс для студентов, вот по ширпу, там, первая часть, вторая часть. Вот, и этот курс очень многие бросали. Бросали ровно потому, что у них терялась мотивация. Там задачки, которые ты решаешь, ну, пишешь на ширпе, это в основном математические, физические. А у тебя здесь сейчас обвязка... Факториал все искали. Да, да, у тебя здесь какая-то страница, контролы, тебе нужно что-то с этим делать, тесты писать. И вот этот синтаксис, в общем, тебе хотелось уже больше практиковаться, и, в общем, курс забрасывался. Поэтому мы решили всё-таки делать свои курсы, во-первых, и обучать специальным библиотекам, типа Selenium, Unita, рассказывать, как им пользоваться, какие фишки есть. А также мы не забываем про кодирование. Мы делаем отсылки. Например, рассказываем про PageObject, тут же вот про наследование, давай-ка ты изучи эту тему. И вот так лучше заходит. Ребята больше замотивированы, то есть они понимают, к чему эта теория привязана, к какой их задачке по автотестам это есть. Плюс, понятно, есть у нас и библиотеки свои, есть свои паттерны, про это тоже нужно рассказывать. Поэтому для себя мы решили, что да, будет курс. Прикольно. Ты говоришь о неком формате, по-моему, как раз преподавания. Вот Марина буквально вопрос назад говорила про формат преподавания и в скиллбоксе, и в контуре, и прочее. Давайте, может быть, немного углубимся в это всё, и вы чуть поделитесь о различных форматах обучения непосредственно, какие бывают. Да, давайте я расскажу. Мы на самом деле тут подготовили слайд. Вот такой красивенький. Ух ты, вообще по красоте всё. В общем, идея была отобразить, насколько трудозатратным каждый формат обучения. Здесь, понятно, это не все на свете обучения. Мы просто какие-то основные здесь выделили. Вот, например, и оценить по масштабу. Например, посоветовать книжку или статью почитать. Это же ты тоже как-то передаёшь информацию, вообще-то. И это очень дёшево. Ты можешь найти сайт с тысячей тестировщиками, и вот эти тысячи тестировщиков узнают про этот курс, но польза от него, от такой передачи информации, может быть, не очень. Ну, потому что кто там прочитает, а ещё потом применить же надо. Противоположная этому деятельность — это наставничество. Когда ты там много времени уделяешь своему стажёру или тому, кого наставничаешь, собственно. Это часто обратная связь. Ты там прям по каждой задачке, индивидуальная работа. Тут и польза будет огромная. Но масштабирование, опять же, такой деятельности у одного человека, оно не очень. Где-то на верхушке трудозатрат — это, конечно, курсы, да, когда мы делаем обучение с практическими, какими-то домашними заданиями, чтобы тут же всё применить. Это и польза достаточная уже, и более масштабируемая, чем наставничество, например. Где-то пониже — это мастер-класс. Обычно заходит для того, чтобы ты здесь и сейчас попробовал какой-то инструмент. То есть рассказать основные фишки, чтобы человек уже сам мог вот здесь после мастер-класса взять стартовать, а потом углубиться уже, если ему надо будет. Ещё у нас есть такой формат, как месячные стажировки в другую команду. Тестировщик приходит, смотрит на какие-то процессы, на какие-то задачи, и сам что-нибудь советует, ему что-нибудь советует. Он оценивает команду, команда его. И они так обмениваются знаниями, он возвращается к себе и говорит, а знаете, там в соседней команде они вот так-то, так-то делают, круто, давайте тоже попробуем. Такие, ну давайте. Вот это месячный, получается, тестировщик у других команд, это очень круто выглядит, потому что иногда ты прям засиживаешься, и ты на самом деле не знаешь, а что есть у других команд. И тебе действительно интересно. Ты такой, типа, UI тестируешь, и ты такой, что же там в беке, что там в дата-сантисте, что там. А месяц — это не так долго. Не страшно. Не год. Не страшно. И кажется, ты и контекст старого проекта не потеряешь, ну и что-то новое там изучишь, смотивируешься. Это знаешь, как замыленный глаз, получается, что ты такой, типа, хоп, у тебя уже замыленный глаз, а потом перешел в другую команду, посмотрел, что там, а та команда перешла сюда, да, получается, поменялись такие. Этот замыленный глаз, он как бы размыливается. Прикольно, на самом деле. Хороший вариант. Слушай, здорово. И вы вот говорили, да, в течение интервью, что вы там и сами прокачиваетесь, и в контрактах там вообще новые постигаете вершины, и обучаете, создаете там свои проекты. И как вообще все это можно успевать? Вот как? Как это можно все успевать в одной вселенной, а не в параллельной, когда нет там никаких клонов? И получается, вот у вас есть основной проект. Там есть менеджер, у вас есть контракты, где прописаны сроки. А вы еще говорите, а у нас там еще обучение, мы там еще детей учим или студентов, или еще кого-то. Вот каким образом здесь получается договариваться? На самом деле с менеджером я договаривалась сразу на берегу. Говорила, что у меня есть такой вот багаж ответственности перед другими людьми. У меня есть такие-то, такие-то курсы, и мне нужно будет их вести. Плюс, конечно, менеджеры нас отпускают. Заниматься такой внепроектной деятельностью, деятельностью не по контракту. Можно выделить определенный там пласт времени рабочего и посвящать это время обучению, курсу, созданию мастер-класса, еще чему-нибудь. Особенно классно привлекать других тестировщиков. Чем больше тестировщиков, тем в итоге сильнее курс получится и объемней. А нагрузка на тебя будет меньше. И время свободное у тебя появится. Слушай, у меня как у преподавателя на самом деле возникает вопрос. Я хорошие курсы делаю, наверное, я знаю. Но как понять на самом деле, что курс или какое-то обучение на самом деле и пользу приносит, и получился классным и так далее? Может быть, как раз поделишься и со мной? Критерий эффективности курса. Ну, у нас тут есть стандартный инструмент — обратная связь. Наверное, все его знают. Причем мы достаточно подробную обратную связь и прям те моменты, которые хотим узнать, собираем. Можно, конечно, идти в проект и смотреть, как тестировщик изменил технику вообще самого тестирования. Но это как бы наравне, что невозможно. То есть надо быть наставником человека. Поэтому мы в основном находимся обратной связью. Плюс, понятно, есть сарафанное радио. То есть если про твой курс говорят, советуют на него ходить. Только я и говорю. Значит, классно. Я говорю. А мне нравится, когда ребята возвращаются с вопросами и говорят, я уже самостоятельно начал дальше копать, а у меня вот здесь вот затык какой-то. Что мне дальше делать? И мы там разбираемся, я им что-то советую. Он такой воудушевленно возвращается. Ну что, наше интервью подходит к концу. Я хочу сказать огромное спасибо Марине и Насте за такую увлекательную беседу. Я думаю, вы каждого вдохновили. Вот Сашу тоже. Точно. Ну, так как я являюсь преподавателем, на самом деле мне было интересно это послушать, потому что, опять же, я сижу, преподаю, создаю все эти курсы и прочее. И их много. И, конечно, мне хочется послушать и о форматах различных у ребят в контуре. Поэтому вполне себе не вполне было интересно. Очень было интересно. И если, дорогие зрители, у вас остались еще вопросы к Насте, к Марине, то обязательно присоединяйтесь к дискуссию в Зуме, и они на все вопросы ответят. А наша главная студия уходит на перерыв. Переключайтесь на доклады. Они сейчас в самом разгаре. И прям начался уже БОВ. Всем хорошего продолжения конференции. Всем до встречи. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok